Эта сказка лучшим образом отражает драматургию отношений мужчины и женщины. Это журавль и лисица. Журавль увидел лисицу, понравился она ему, такой, хо-хо. Ну, лисица, она что, пригласила, такой, статный, все нормально. Ну, она приходит к нему, она говорит, ну что, тебе сейчас вот кувшинчик с окрошечкой, на, покушай, мне очень нравится, тебе тоже будет нравиться. Ну, а у нее морда туда не влезает. Вот, он уже там этим, а ей надо морду в кувшин. Я думаю, твун-твун, думает, ах ты скотина. Так и подумала, буквально. Ну, это в сказке, конечно, но, говорит, очень приятно так. Ну, это так вот, женщина же не скажет напрямую, ты идиот, ты на лиме. Ну, а он дятел, ну, несмотря на то, что журавль, ума нет. Ну, лиса, женщину не надо обижать, она как бы за себя постоит. Она говорит, ну, приходи, давай, дружочек, приходи. Он приходит, клюк в эту тарелку. Ну, конечно, не поймать клювом-то ты размазываешь. Дальше, что, мужик псих, вот, ему что, нипочем, вот, разозлился. И, значит, ей в лоб, так сказать, закончилась сказка фатально, что они совсем по-разному себя ведут. И надо знать это. И любить не потому, что как-то вам удобно, или вам это чем-то нужно, а любить именно вот эту инаковость, эту другость.